Здравствуйте! Сегодня, находясь в Египте, в городе Хургана, я вам хочу рассказать, как началось развитие этого города. В 1978 году новый губернатор приступил к развитию этого места и убедил в том, что вот всегда теплая вода, теплое море, жара и почти всегда вот такое ясное небо помогут за десятилетия из небольшого рыбацкого поселка сделать курорт мирового значения. И первые отели, которые здесь открылись, это были Шаратон и Магавиш. Летом 1983 года Хургана начала свое открытие, открылась как курорт. И с этого началось развитие мирового курорта. Это то, что мне хотелось вам рассказать. И город Хургана протянулся на 36 километров побережья Красного моря. У него население где-то 250 тысяч людей. Частично живые коралловые рифы встречаются в основном на севере Хурганы. Это вот как раз, где сейчас нахожусь я. Это в районе отелей. Вот Кентут, Свинкс, Захаби, Санни Дейс. Отель, который вот здесь рядышком недалеко. Я вам тоже сейчас его покажу. Я вам хочу показать, какая красивая здесь лагуна. Какое красивое море. Какой у него бирюзовый цвет. Именно вот в районе отеля из Свинкс. Здесь как раз очень хорошо виден шикарный риф. Это неземная красота подводного мира. И этот мир, он создается столетиями, тысячелетиями. А человеком разрушается буквально за считанные минуты, когда он ходит и топчет по кораллу. Пытается его оторвать, этот коралл. И привезти на пляж и показать своим детям, женам. И потом выкинуть. Потому что с Египта все равно нельзя вывозить ни кораллы, ни ракушки. Это всегда очень большой штраф. Просто вы не оберетесь в проблемы, а опоздаете на свой самолет. Поэтому он лучше этого не делает. Что мне еще хочется вам рассказать. Здесь очень важно, когда будет риф, и он там надо плавать. Просто надо это увидеть, какая там красота. Но обязательно, когда вы плаваете в Красном море, одевайте тапочки, специальные тапочки, которые здесь продаются и стоят в районе от 3 до 5 долларов, ну как вы сторгуетесь. И обязательно маска, которая будет стоить в районе 10 долларов. Или такая уже большая маска, она начинается от 25 долларов и выше, как вы уже осторожаетесь. И вы увидите просто необыкновенный подводный мир. Поэтому всех, всех приглашаю посмотреть высоту подводного мира. Что вы там увидите? Вы там увидите и множество маленьких полосатых рыб, и желтеньких рыб, и полосочков. И вот сегодня я видела 3 рыбы с такими зубами. Такие прямо, кажется, они вас съедят, но они вас не съедят. Вот это просто такие рыбки. Здесь вот можно увидеть, я видела белую мурену такую большую, и больших рыб. То есть разнообразие очень большое. И вот ежики. Там черненькие ежики есть такими большими иголками. Вот если вы наступите без тапочек на этого ежика, то выбрать иголки вы не сможете. Вы сможете их просто обломать. Так как они органического происхождения. Вот. Вас им просто обломают куча крови. Вот эти черные ежики. У них вот такие иголки. И если вы наступите на кровь, у вас просто будет просто все злые. Медицина здесь особо вам не поможет. Вам просто надо все обломать и обработать иголкой. И в течение полгода эти иголки просто процессы у вас найдут. У меня лично был случай, и много случаев, когда люди наступали на этих ежиках. И в первом случае, когда приехала в Китай, вот было на них и не плачут вообще. Но почему-то они пехли и вдруг решили идти на море. Пошли сюда, вот на море. Спустились вот как раз в этих ступенек. И из всех человек 20, и вот того китайца в битву садеку. Китаец наступил, у него нога провалилась туда, в кораллы, и он вцепил. Боже, как тебя! Стой! Погиб бедный ежик. Поэтому, возьмите в тапочки и не трогайте бедных ежиков. Они живут в своем мире. Это вы пришли в их мир. Поэтому не надо трогать ежиков. И что я вам могу сказать? Не надо обламывать кораллы. Здесь был такой ужасный случай. Рост прекрасный. Вот такой высоты коралл. И просто за годы, сколько я сюда приезжаю, этот коралл весь обломали и ободрали. Ничего от него не осталось. И вывозить его нельзя. Его просто выкинули на пляже. И так вот убивается подводный мир, который создается тысячелетиями. Поэтому я всем, всем говорю, не ломайте вы эти кораллы. Не трогайте вы бедных ежиков. Не пытайтесь у них уничтожить. То же самое, когда берег выносят. Бывает это очень редко медуз. И дети пытаются этих бедных медуз вынести и выкинуть на берег. Мне их так жалко. Я вот просто хожу и их спасаю. Они здесь не кусачие. Не такие, как в Тунисе. Они такие фиолетовые в виде желе. Просто такие вот медузы безопасные. Не надо вот их мучить и выкидывать. Они живут в своем мире. Мы приехали в гости в их мир. Это вот, что мне хотелось рассказать о рифе, Красное море здесь. Потом именно в Крайфе море, посмотрите, какой красивый лазурный цвет. Здесь вот ходят яхты. На яхте можно покататься, начиная от 15 долларов. Можно заняться дайвингом. Мне очень нравится. Спускаться на глубине. Я была на глубине и 6, и 3 метра, и 9 метров. Там просто необыкновенная красота, неземная. Вы спускаетесь туда, вы видите целые города из деревьев. Вот как вы ходите у себя в родном городе, вы видите парки, деревья. Вот они точно такие же деревья под водой, только они из кораллов. И в них живут просто тысячи рыб. Вы спускаетесь, и вот вы увидите всю эту красоту. Вот еще в Красном море, я когда спускалась один раз, нас, видимо, спустили специально в таком месте, и там был затонувший корабль. Он был просто неожиданно, так как это было под водой. Я видела это первый раз. Именно у него на носу была лошадь вот с такими большими крыльями. Все это было, ну, уже не знаю, сколько там, сотен лет лежит это под водой. Там какие-то пувшины разбиты, и все это заросшие водорослями, травой, кораллами. То есть зрелище, просто неописуемое зрелище подводного мира. Поэтому вот всем рекомендую, вначале, когда вы спускаетесь на дайвинг, к вас, вы не идите сразу, конечно, на корабль спускаться. Вас сначала включают в отеле в бассейне, или на море недалеко, да. Вас обучают, как пользоваться клапанами, как держать баллоны, как спускаться. И тогда уже вы спускаетесь в море и спутите. Ну, один раз это посмотреть стоит. И я могу сказать, когда я посмотрела это один раз, это просто настолько хочется видеть и видеть, и поэтому я, наверное, сюда постоянно и прилетаю, потому что мне всегда хочется увидеть этот коралловый прекрасный мир рыбок и кошек, которых не надо обижать и не надо трогать, так как вот там трогали китайцы и не только. Пускай они живут там в своих норках и домиках, не надо их топкать и ломать им бедным иголочки. Поэтому, посмотрите, какая неземная красота этого прекрасного Красного моря. И я всех сюда приглашаю, ко мне в Египет.